Десятки лучших и в тройки сильнейших. Именно под таким девизом начался урок доброты в седьмом классе с чемпионом мира по стрельбе из лука Михаилом Диктованным. Мероприятие прошло в рамках реализации партийного проекта «Единая страна. Доступная среда». Потерять руку не самое страшное, уверен Михаил. Несмотря на то, что с ним произошло, он живет интересной, насыщенной и очень активной жизнью. Рекордсмен уверен, что люди с инвалидностью могут и должны заниматься спортом, а также вести активный образ жизни. А задача здоровых людей – им в этом помогать. Это же не только я провожу, если честно. Это проводят другие паралимпийцы, это проводят другие спортсмены, кто приходит на встречи и рассказывает о своих видах спорта. Я прихожу, раз я достиг этих результатов, я рассказываю о том, что я достиг в стрельбе из лука и тоже рассказываю людям о том, что делает государство, что делают главы городов, что делает правительство Московской области, губернатор, наш президент для людей с инвалидностью на собственном примере. Михаил рассказал ребятам о своем пути в большой спорт, показал спортивные снаряды и награды. И по доброй традиции подарил директору школу свою победную стрелу для школьного музея. Что меня сегодня просто потрясло, и я надеюсь, ребят тоже всех, несмотря на все случившееся, Михаил Викторович не потерял оптимизма, доброты. И он с таким удовольствием рассказывает, то есть он живет полноценной жизнью. Даже может быть она у него еще более полноценная, чем у нас у здоровых людей. Школьникам интересно и послушать спортсмена, и подержать в руках настоящую чемпионскую стрелу. Этот урок не оставил никого равнодушным. Очень понравился оптимизм. Мне очень нравится, что есть такие люди, которые верят в надежду, не сдаются даже с инвалидностью. Почетный гость постарался донести до детей, что ни в коем случае никогда нельзя отчаиваться и опускать руки. Нужно всегда двигаться только вперед и обязательно слушаться родителей. Мила Трасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».